Так, ну что, всем привет! Добро пожаловать на канал Машинист Германии. Сегодня у нас что-то новенькое. Сегодня я буду перевозить контейнеры. Отоспался в Манхайме, в отеле. Все как всегда. Сходил на завтрак, перекусил. Уже собирался все ехать домой. Суть в том, что я закончил смену прошлую в час ночи. И в это время уже не ездил никаких поездов обратно в Кёльн. Поэтому пришлось ночевать в отеле. Так вот, сейчас уже собирался домой ехать. Время 11 дня, 11 утра. И написали письмо с фирмы. Не стали даже звонить, чтобы не будить ничего. Просто написали письмо, что могу ли я взять поезд с Манхайма в Кёльн. Ну, в принципе, мне в Кёльне надо ехать. Я и согласился. Думаю, ну что, нет. Все равно в одну сторону. Вот иду. Сейчас буду подготавливать поезд и отправляться. Контейнеры еще не возил я пока что. Ну, имею в виду вот в этой фирме, в которой я сейчас работаю. Буду сейчас везти первый раз сам контейнеры. Я думаю, их возить куда проще, чем бочки, которые колбасят по всем сторонам. Вот. Поезд стоит со вчерашнего дня, с вечера. Сейчас надо посмотреть, как машинист его обезопасил. Так, никаких башмаков, ничего у нас нету. Не ставим. Ручные тормоза, может, затянуем. Несколько штук и все. О, граффити. Так. Все, спереди вроде нормально. Ну что, поднимаемся. Так, смотрим. Документы все тут. Все в каком-то песке. Все, песок вытряхнул. Значит, смотрим. Вчера в 18 часов оставили поезд. Что означает, можно его делать упрощенную проверку тормозов. Еще заезжает один. Но это точно, видимо, не знаю. Пазль. Вот, закроем дверь. А то шумит очень сильно. Так. Значит, вчера в 18 вечера оставили. Значит, упрощенная проверка тормозов. Так, вес 1232 тонны. 108 колесных пар. Первый, последний вагон. Так, башмаки. Башмаки он поставил две штуки на первом вагоне. И затянул три ручных тормоза. Ну что, в принципе, нормально. Что у нас еще тут по документам есть? Тормозной лист. Сколько у нас? Так, минимум 73 должно быть. Достигнуто 88%. Тормозить, значит, хорошо. Скорость 100 км в час. Это радует. Так. Ну что, надо запускать тогда эту коробку. Так, как мы запускаем? У нас батарею вначале надо включить, да? То есть я проверяю, что у меня здесь все находится в нейтральном положении, да? Тормоза не отпущены, ничего. Все включено, пояс не покатится. Просто включаем батарею. Так. И все. И теперь нужно минуты две, три, может быть, четыре ждать, пока система прогрузится, пока Windows загрузится. Или что у нас здесь? Linux. Linux стоит. Сейчас он прогрузится. Так, 17. Книга передачи смены тоже. Многие пишут, вы что там не записываете, какие башмаки, там чего, куда. Башмаки. Я не буду показывать основной. Но вот такой вот маленький листочек. Здесь просто пишется, где название вокзала, какой путь, дата, время, какой вес поезда, количество колесных пар, кто написал. Дальше мы пишем первый вагон, последний вагон номера. Помечено крестиком, что обезопасено локомотивом. То есть у локомотива парковочные тормоза, вот эти пружинные, там, да, мои любимые. Штюрун, штюрун, штюрун. А, не ори. Не ори. Так, и помечено просто, что, как я уже сказал, два башмака лежит, и первые три вагона у нас затянуты ручные тормоза и номера вагона. Всё. Такая бумажечка чисто для меня. Я сейчас тормоза эти отпущу. И, в принципе, можно эту бумажечку будет просто выкинуть. Книга передачи смены, сюда пишется исключительно, что время, моё имя, время имею в виду дата, моё имя, что за фирма, да, потому что разные здесь голландские, бельгийские, немецкие, в Германии куча разных, там и так далее. Через полу Европы едет поезд, и каждый пишет название своей фирмы. Потом время, во сколько переняли поезд, номер поезда, откуда и куда. Всё. То есть, больше никакой информации тут у нас не нужно. Рация пищит, не может зарегистрироваться с этим номером поезда, потому что он уже просточен. Сейчас мне фирма должна прислать новый номер поезда. Так, всё, у нас система прогрузилась. Активируем кабину. Вводим номер машиниста, мой личный. На этот номер пишется вся-вся-вся история, да, что я, где, чего наделал, когда, и никто этого не проверяет. Это проверяют исключительно, ну, если у кого-то есть желание, за два года, не знаю, никто у меня ничего не проверял. И если что-то случится, как я уже говорил, там аварии на ЖД-переездах, сбивают людей, проезд красного, там, ну, какие-то там неприятности, да, которые могут случиться на работе, тогда проверят, естественно, что же там случилось. И всё. А так вся эта информация пишется, и никому это не интересно. Так, отпускаем тормоза. Всё, сейчас я, у меня система требует проверить тормозную систему. Система требует проверить тормозную систему. Короче, я её сейчас проверяю быстренько, и иду, делаю простую проверку вагонов, я сделаю на последнем вагоне, сейчас, ну, тоже, может быть, поснимаю, и всё. И жду, когда мне пришлют новый номер поезда, с которым я буду отправляться. Короче, решил полную проверку тормозов сделать, потому что, во-первых, нигде не написано, когда была последняя сделана. В Германии раз в 24 часа надо делать. Плюс ко всему, коллега, который привёз этот состав, написал, что поезд обезопасен двумя башмаками и тремя ручными тормозами. Так вот, ситуация в чём? Как я уже в начале видео говорил, шёл, никаких башмаков нигде не было. В документах написано, что два башмака есть, по факту их нигде нету. И я подумал, ладно, сделаю полную проверку тормозов, всё равно всё время оплачивается полностью. В общем, как делается полная проверка тормозов, нам мы наполняем систему воздухом, проверяем на первом вагоне, что колодки отпустились, тормозные. Сейчас этот товарищ проедет. Проверяем, что они отпустились, выпускаем где-то 0,8 бар атмосферы, не знаю, как это правильно называется всё, по-немецки бар. И проверяем, как это по-немецки говорится, анлегетсуштант. То есть на всех вагонах, что тормоза у нас прислонились к колодке. Состав не длинный, проблем в этом плане нет, всего 550 метров. Сейчас пройти, простучать их все, показывать, как я все их простукиваю и буду, бессмысленно. Ну вот на тему тоже башмаков. Вот валяется один. Некрасиво, конечно, валяется. По идее, надо куда-то в сторону. Но при этом не на дорогу, да, где машинисты ходят, чтобы никто не запнулся. Ну и не прямо у рельс. Это тоже ненормально. Есть машинисты, которые не понимают, для чего это и как это, что может потом случиться. Я проверяю дальше. Вот еще один валяется. Здесь нет никакого учета. Они все для всех. На локомотивах я уже показывал, тоже лежат башмаки. Но локомотивные, они должны всегда быть в локомотиве, естественно. А так на вокзалах они кругом валяются на всякий случай, если кому-то нужно будет. Вот, он там валяется кругом. Так что никто их не ворует, никому они не нужны. Так, все, последний вагон. Сверяю его номер. 385-3. Ручные тормоза, все отключено. Все, тормоза на всем составе у нас прислонились. Я проверяю цукшлю с шайбом, да, то есть вот эти таблички. Все висит, все правильно. Но мы еще сюда вернемся. Теперь иду в самое начало. И теперь мне надо отпустить тормоза и просто идти в конец состава проверять дурь-деньги-хайет. Да, то есть проходимость воздуха через весь состав. То есть я выпущу воздух в конце на 15 секунд примерно. И быстренько на последнем вагоне надо будет проверить, что тормоза у нас прислонились. Подождать немного. Воздух наполнится. И потом идти вперед со стола на каждом вагоне проверять, что все тормоза у нас отпустились. Так делается полная проверка тормозов. Естественно, вдвоем это делалось бы все быстрее и проще. Но и одному, в принципе, тоже можно вполне себе минут за 40, за 50 уложиться спокойно. К тому же нужно спорт делать, заниматься спортом. Полезно движение, сила. Конечно, был настроен сегодня на выходной. Думал, сегодня приеду домой. Сейчас 5 дней выходных, по идее. Займусь видео про сигналы. Но так получилось, что вот сменка не осталась. А я любитель собирать часы. Работаю очень много. Люблю всякие надбалочки за эти часы. Тем более работа, как вы видите, она так себе особо-то несложная. Ну да, вот это вот ходить туда-сюда. Вы сами пишите мне в комментариях, что я не влажу в экран и так далее. Так что полезно. Вон даже часы уже говорят, что скажите, вы занимаетесь спортом. Они распознали, что я спортсмен. Так, тут что-то воздух шипит. Но это нормально. В пределах, сколько у нас, 0,5 бар за минуту на грузовом поезде. Может вытекать. Это не проблема. Там еще один едет с нашей фирмы. Как я понял, с нашей фирмы увидел локомотив, на котором он ехал. Поэтому, ну, не успел снять. Движуха идет полным ходом. На этом вокзале машинисты меняются и возят составы в Швейцарию, в Базель. Ну и, соответственно, обратно с Швейцарией сюда в Германию. Поэтому тут постоянный поток грузовых поездов. Все приезжают, уезжают. С понедельника, с 24-го у меня обучение в Швейцарию. Уже рассказывал в одном из своих видео. Так что скоро буду тоже тут приезжать, меняться с другими машинистами. Или забирать у них поезда, или отдавать им. Ну, в принципе, выбор небольшой. Это Дойчебан привез у нас в состав. Скорее всего, пустой. О, быстро я дошел до локомотива уже. Так, ну, насчет сцепки. Ну, вот такая. То есть, я говорю, преимущество этой сцепки в том, что, ну, если вдруг разорвется, машинист перетянул состав, затормозил, начал давать тяги и так далее. Ну, порвалась она, к примеру. Есть возможность взять с другой стороны. Да, и пристегнуть обратно, и все. И будет нормально. Также между всех вагонов с двух сторон у нас сцепка висит. Всегда можно уехать без проблем. А насчет башмаков, конечно, меня это немножечко раздражает, что он написал, что они есть. Но по факту их нигде нету. Раздражает. Все, в кабине отпускаем тормоза. Теперь ждем, когда они отпустятся. Так, вот так проверяется у нас плотность давления в тормозной системе, да, во всем составе. То есть, у нас сейчас 5 атмосфер. Накачено, наполнено, все, да. То есть, я блокирую подкачку воздуха. Все, больше воздух накачиваться не будет. И в течение одной минуты, то смотрим, допустим, 40 секунд до 40 секунд, я смотрю, что стрелочка давления в системе не должна упасть больше, чем на 0,5 атмосферы. То есть, 4,5, да. Если опустится ниже, чем 4,5, то это все уже катастрофа. Катастрофа. На грузовых 0,5 может опуститься, на пассажирских 0,3. Ну, вот и все. 40 секунд, одна минута прошла. Обвалилась, ну, примерно 0,2 бара. Все, включаем снова подкачку. Чуть-чуть подольше надо. Все, теперь снова на 5 бар накачает. Проверили плотность, да, тормозной системы. Так, иду в конец. Теперь по другой стороне. Продолжаю искать башмаки. Не нравится мне эта тема. Вообще не нравится мне эта тема. Такое ощущение всегда, что я что-то неправильное делаю. Что где-то коллега их все-таки положил. Хотя он написал четко номер вагона, под которым он положил. Да, то есть это первый. Но там нету. Там нету их. Вот. Тормоза. Все у нас. Силы. То есть сейчас, получается, состав не заторможенный стоит. Все, на чем сейчас держится, это у нас локомотивные тормоза. Да, прямодействующие на локомотиве. И парковочные пружинные тормоза. Все, я иду в конец. Проверяю сквозную проходимость воздуха. И потом, как я уже сказал, по всему вагону в начало, что везде отпустило тормоза. Все, идем дальше. Все, выпустил воздух. Проверил, что колодки присвонились. Сейчас ждем, они наполнятся снова. И все. Прошел по другой стороне, нигде башмаков нету. Так что коллега, коллега просто написать написал, а положить не положил. И теперь на каждом вагоне просто проверить, что колодки болтаются. Все. То есть проверка тормозов полная. Полная она не такая уж и сложная. Что может быть еще? Вот здесь, допустим, видно, что отсванена. Не обязательно, в принципе, это выкинать. Что может случиться? Я могу, допустим, идти и увидеть, что где-то, вот, к примеру, вот эта штука, да, она перекрывает тормоза на этом вагоне. Допустим, перекрыто. Но нигде не помечено, что и должно быть перекрыто и так далее. Значит, есть вероятность, что кто-то полазил. Да, может, кто-то баловался, графики рисовали и так далее. Или же я иду, вижу, что перекрыты краны воздушные где-то посередине. То есть, ну, какая-то нестандартная ситуация неприятная. И там мне нужно делать фоли-брэмс-пробы медсепаратом ЦУШ-ТАСГАВК. Что означает полная проверка тормозов с дополнительным проходом проверки состояния поезда. Что это означает? Это означает, помимо полной проверки тормозов, мне нужно еще проверить каждое соединение между вагонами. проверить, все ли краны везде открыты, все ли везде правильно соединено. Да, и это уже занимает, как правило, 2 часа где-то. Все оплачивается, не проблема, можно сделать. Так что, так это все здесь работает. Ветрища создает тут. Вот, как я уже сказал, на самом деле мне не нужно было делать эту полную проверку тормозов. Причина, почему я ее сделал. То есть, во-первых, поезд здесь оставили вчера в 18 часов вечера. Сейчас 12, да, с небольшим. То есть, он уже стоит здесь 16 часов. Полная проверка тормозов делается раз в 24 часа. Что примечательного, да, то, что навряд ли кто-то сделал здесь полную проверку тормозов и оставил состав стоять. То есть, он откуда-то ехал, и ехал он часов 5-6 минимум. И получается, что уже 24 часа по-любому прошли. По идее, должна лежать бумажка в локомотиве, да, когда была сделана последняя проверка тормозов полная. Ее там нет. Да, вот так вот здесь все работает. Чего-то нет, чего-то лишнее. И постоянно приходится самому додумывать, что же делать. Я такой человек, что... Ну, вот кто-то другой бы сейчас на моем месте сделал бы простую проверку и еще и поехал бы просто. Да, но я не уверен. Да, это моя жизнь. Я проверяю полностью, да, потому что если что-то где-то случится, то могу не только я пострадать, но и другие. Да, я в этом плане ответственный. Поэтому стараюсь все делать согласно инструкциям. Да, время идет. У меня, по идее, уже... Сейчас, сколько у нас? 12.56. Час 20 назад я должен был уже, по идее, отправиться. Но меня это не волнует. И никто на меня давить не будет. Никто не будет мне звонить, говорить, ты чего там, едешь, не едешь. Нет, потому что я обеспечиваю безопасность. Самое первое правило, которое у нас прописано в инструкциях, Zicherheit full-trundt. Что означает, безопасность всегда стоит перед функтуальностью. Поэтому я сейчас обеспечиваю безопасность. В принципе, уже почти все. И скоро можно будет ехать. Надеюсь, тебе понравилось. Ты понял, теперь как делается полная проверка тормозов в Германии. Особенно, наверное, это интересно тем, кто здесь учится. Или собирается учиться. Ну, со всеми съемками вышел почти час. Но я еще параллельно там не снимал. Заполнил еще бумажки всякие. Что я провел полную проверку тормозов. Вот, уже оформил тормозной лист. Он у меня, в принципе, есть от компании. Они присылают у нас все в электронном формате. Но там все на бельгийском. А меня это раздражает на бельгийском. Я привык, что все было на немецком. Поэтому я оформил нормальный немецкий тормозной лист. Все равно меня это напрягает. Еще раз проверяю задалека. Так, это первый вагон, под которым он сказал башмаки. Но видно же, что там нет. Здесь нигде нет. Дальше. Тут нигде нет. И локомотив тоже. Нигде нет никаких башмаков. Ну что, по шагам у нас получается 9500. Но я сегодня, может быть, максимум 500 шагов сделал. Вот в отеле до завтрака. До поезда на вокзале. И все. 9000 шагов. Полная проверка тормозов. Ну все. После этого я должен стать стройным и красивым. Похудеть. Так прошла, короче, полная проверка тормозов. Все. Я отключил ЛЦБ. По времени у нас, значит, опоздание 82 минуты уже. Сейчас я быстро еще раз все проверяю. Перед отправкой сообщаю диспетчеру, что я готов выехать. И все. Я отправляюсь. Если это видео было для тебя полезным, интересным, ставь лайк, подписывайся и пиши комментарий. Я обязательно отвечу. Все. Пока. До следующего выпуска. Так. Все. Получил отправление. Отправляюсь. Что нужно, значит, сделать сейчас? Сейчас на мелкой тяге я вытягиваю состав. Разгоняюсь примерно до, там, 5 километров в час. Убираю тягу. Убираю ее на ноль. Можно открыть дверь. И слушаю, что там ничего не скрипе ищет. Поезд катится. Вот как 5 километров в час разогнался, так он и едет. То есть, в принципе, я уже проехал метров в 10-15, да, и все, он 5 километров в час катится. Значит, башмаков никаких нету. Тормоза все, все отпущено, все работает. Он даже ускоряется, уже 6 километров в час катится. Все. Теперь можно отправляться. Ну, а теперь точно на этом все. Всем пока и до следующих выпусков. ПИИП 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 Субтитры подогнал «Симон»!